1 декабря состоялось 48 заседание Совета депутатов Волховского муниципального района 4-го созыва. Прошло оно в Сестрое, в здании администрации. Коллегами решили выходить в Сестрое. Сформирована повестка, отработали комиссии, по результатам работы комиссии сформирована повестка Совета депутатов. Мы будем сегодня рассматривать бюджет и вопросы, касающиеся деятельности Совета депутатов и жизни Волховского района. Кроме депутатов райсовета, в работе законодательного органа принимали участие советник губернатора Ленинградской области Сергей Кузьмин, представитель комитета местного самоуправления 47-го региона, куратор Волховского муниципального района Александр Пантюхов, депутат законодательного собрания Ленинградской области Александр Смирнов, первый заместитель главы администрации Волховского муниципального района Светлана Карандашова, представители администрации Сестройского городского поселения, депутаты Сестройского городского совета, а также местные жители. На заседании было рассмотрено 11 вопросов. Один из наиболее важных – принятие проекта бюджета Волховского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и назначение по нему публичных слушаний. Доклад председателя районного комитета финансов Венеры Зверковой содержал подробные данные и познакомил присутствующих со статьями основного финансового документа. В ходе выступления Венера Габдулаевна сообщила, что общий объем доходов в 2023 году прогнозируется на уровне 2 млрд 738 млн 776 тыс. рублей, расходы 2 млрд 795 млн 376 тыс. рублей. Дефицит бюджета в 2023 году составит 36 млн 600 тыс. рублей. Также председатель финансового комитета отметила, что, как и в прошлые годы, бюджет будет социально направленным. Важнейшей расходной статьей его останется образование. На эти цели в следующем году планируется направить 1 млрд 812 млн 854 тыс. рублей. После рассмотрения в первом чтении проект районного бюджета на 2023 и последующие годы был принят депутатами единогласно и вынесен на общественные слушания. Дата их проведения назначена на 20 декабря 2022 года. В 15 часов по адресу Кировский проспект, дом 32, здание администрации, жители Волхова и района смогут познакомиться с проектом бюджета, а также внести свои предложения и дополнения в документ. До 19 декабря заявки следует подавать строго в письменном или электронном виде, отправляя их в приемную Совета депутатов Волховского муниципального района. На прошедшем заседании народными избранниками райсовета были утверждены положения, форма нагрудного знака, описание удостоверения и самого знака отличия за вклад в развитие Волховского района. Награда является поощрением граждан со стороны органов местного самоуправления за значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие своей малой родины, за заслуги в государственной научной творческой деятельности, направленной на повышение благосостояния жителей Волховского района. За решение о заключении соглашений о передаче полномочий контрольно-счетного органа Иссадского сельского поселения и Новоладожского городского поселения в соответствующий орган района. Все депутаты проголосовали единогласно. Такое же одобрение получил и вопрос об осуществлении Волховским муниципальным районом части полномочий по исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов Усадищинского, Бережковского и Кисельинского сельских поселений, а также Сестройского и Новоладожского городских поселений. А вот перечень объектов муниципальной собственности Волховского муниципального района, которые подлежат приватизации в 2023-2025 годах, народные избранники не утвердили, аргументировав это тем, что в нем не хватает еще одного пункта. Управление Ленинградской области по государственному и техническому надзору, которое размещается в городе Волхове по адресу улица Новгородская, дом 6, в 2023 году останется в том же здании. Совет депутатов принял решение, на основании которого часть помещения номер 2 и часть мест общего пользования переданы учреждению в безвозмездное пользование. Еще одно помещение, которое является муниципальным имуществом Волховского района, депутаты перевели в собственность муниципального образования Пашское сельское поселение. Последним в повестке дня открытого заседания районного совета был доклад, исполняющий обязанности главы администрации Сестройского городского поселения. Юлия Григорьева рассказала о планах и перспективах развития муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Особое внимание в своем выступлении специалист администрации уделила вопросу о расселении граждан из аварийного жилья. Напомню, что в текущем году Сестрой ведется строительство нового многоквартирного дома на 172 квартиры на улице Карла Маркса. Возведение еще одного на улице Кольцевая, рассчитанного на 114 квартир, должно начаться в 2023 году. Заселение этих двух домов, по словам Юлии Николаевны, обеспечит 50% всех подлежащих расселению помещений в поселении. В конце заседания глава районного совета Александр Налетов поблагодарил Юлию Григорьеву за гостеприимство, а депутатам предложил продолжить практику выездных собраний в разные поселения района с целью ознакомления с их работой. Александр Александрович поручил аппарату совета составить график, в котором и будет определена очередность посещений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова